Здравствуйте всем! В этом видео я буду готовить слоёный торт с кремом и ягодами. Для этого мне нужно слоёное тесто. У меня одна упаковка полкило. У меня получилось не целиковое, а пополам было разрезано. Крем и сами собственные ягоды. Давайте сначала займёмся коржами. Если у вас тоже вот так вот разделён на две части, то займёмся сначала одной частью, а потом второй. То же самое сделаем. Нужно раскатать тесто толщиной, чтобы оно было 3-4 мм. У меня, наверное, получится то, что я вот этот кусочек разрежу пополам. Сейчас мы его раскатаем. Торт на самом деле очень вкусный. Я раскатала тесто. Вот такое вот оно получилось у меня толщиной. Ну да, где-то 3-4 мм. Если получится потолще, ничего страшного. Его потом можно будет разрезать. Разрезаем пополам. И кладём одну часть теста на противень с пергаментом. Я пергамент не смазываю, потому что у меня с антипригарным покрытием он. Если у вас обычный пергамент, обязательно смажьте его либо маслом, либо подсолнечным маслом, либо сливочным маслом. И в таком вот состоянии, в таком вот виде, отправляем в духовку минут на 7-10 при температуре 180 градусов. Так же мы поступаем со всеми остальными коржами. Вторую часть раскатываю, тоже разрезаю пополам и отдельно каждую выпекаю. Вот такого плана коржи должны получиться. Вот такие. Теперь нужно придать форму. Если хотите, можете оставить квадратный. Но я обычно делаю круглые. Беру тарелку. Вот такая штуковина у меня есть для резки пиццы. И вырезаю круг. Не хочет резаться сегодня. Вот эти обрезки не выкидывать. Мы их потом помнем и сверху сделаем, обсыпем торт. И вот так вот надо сделать все коржи. У меня получилось 5 коржей. Я их не стала разрезать, они достаточно тонкие. Теперь я их оставляю в сторону и заниматься буду кремом. Для крема мне понадобится 200 грамм сливок 33% холодных. Они должны быть обязательно холодные. Причем мы их выливаем в холодную посуду, в охлажденную. И миксером или блендером взбиваем. Сначала на маленькой скорости. Потом постепенно скорость прибавляем. Сливки должны получиться такой консистенции, как крем. Вот они, видите, тянутся. Теперь сюда, в сливки, нужно добавить постепенно. При поставленном помешивании банку сгущенки. Целиковую прям. Миксер ставим на самую маленькую скорость. Добавляю сгущенку потихонечку. И начинаем мешать. Вот такой крем получился. Состояние сметанки такое. Так, теперь у меня есть, так как торт будет с малиной, есть малина. Желтая и красная. Начинаю формировать сам тортик. Для этого нам нужно... Для этого нужно... Коржик. Пойдем вниз, промазываем кремом. Вот. Провазываю кремом. Сахара не надо в крем добавлять. Он очень сладкий за счет сгущенки. Сгущенки вообще предостаточно будет. И добавляю ягодки. Пожалуй, начнем с красной малины. Сверху кладу еще один корж. Прижимаю. Смазываю кремом. И так же сейчас буду укладывать ягоды. Только уже желтую малину. Если у вас малины нет, то можно вишню. Можно чернику, клубнику. Да без разницы, что. Нам нравится с малиной. И белую малинку. Она называется белая, но на самом деле она желтая. Кладу последний коржик. Он у меня не совсем целиковый. Ничего страшного. Две части, но я их соединю. Обмазываю верх кремом. Вот такой тортик получился. Попробуйте. Очень вкусный. После его приготовления не забудьте поставить его в холодильник часа на 3-4. А лучше вообще на ночь. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.